День памяти День памяти День памяти Днем этим А поскольку неудобно память Святого связать Назначить на день великого господского Праздника, в который Как правило не поминается Святой этого дня, то Церковь восстановила его память Через несколько дней после его Блаженной кончины, в день его рождения Родился он в семье Священника Ирея Василия Его маму звали Татьяна И те, кто любит Святителя Феофана, конечно Молятся и об упокоении его Благочестивых родителей У которых было семеро детей Средним из них Был Ньюоргий Коваров, который и Стал впоследствии Великим светильником Он родился В селе Чернава Тогда это была Орловская губерния А сейчас Это края Липецкой области Епархии Он прекрасно учился И в Ливнинском духовном училище Орловской семинарии А впоследствии Закончил и Киевскую духовную академию Он был привлечен К педагогической деятельности Его академический труд О Моисеевом законе Был признан Одним из лучших Среди выпускников Академии И очевидно, что Святитель подавал Великие надежды Как ум неординарный Огромные дарования Были на нем заметны И богословские Но при этом Он отличался И удивительной кротостью Еще прежде принятия Монашества Он в одном из писем Своих Признавался Что Хорошо ему по-настоящему Только в храме Божьем Весь день там бы и сидел Говорит он Уже Расположение Расположение к Иисусовой молитве Его благовейное Очень кроткое общение С окружающими Беззлобие Изумляло всех Несмотря на Живость характера Большое остроумие Он был Почтен Особыми Божьими дарами Которые были видны И в этом Его Определенном Сердечном расположении Молитвенном И уединенным Святитель Феофан Получил особое Просвещение На первых Церковных служениях За границами России Ему пришлось Состоять В Миссии Русской В Иерусалиме Где Предоставлены Оказались Его изучению Многие Прежде Недоступные Труды Святых отцов Древности И он И По результатам Еще своего Образования Духовного Знакомый С древними языками Усовершенствовал Свои Познания Добавляя к ним И современные Европейские языки К тому же Пришлось ему Потрудиться И В русской миссии В Константинополе Где Также Предоставлена Ему Была Предоставлена Ему Возможность Узнать Все Мировое Православие Гораздо Ближе Его Записками О Греко-Болгарском Конфликте Пользовался Священный Синод Для Определения Своей Позиции При Противостоянии И Святитель Феофан Действительно Глубоко Проник Не только В Глубины Святоотеческих Творений Но и В те Политические Движения Влияния Те Раздоры В том числе И церковные Которым В которых Он был Современником Некоторое Время Возглавлял Он Семинарию На Севере России Привнеся В нее Много Полезного И прекрасного Создав Там Великолепнейшую Библиотеку Ибо Немало Книг При его Зарубежных Послушаниях Смог Он Приобрести И Пытался Послужить Ими Просвещению Будущих Священников То есть Семинарии В который Был назначен Ректором Ну и Призванный В Санкт-Петербург И там Совершив Своё Руководительское И Педагогическое Служение Он Был Рукоположен В Архиерее Стал Епископом Тамбовским И Уже В качестве Управляющего Тамбовской Епархией Много Потрудился В этом Святительском Служении Просвещая Народы Организовав Замечательное Женское Епархиальное Училище И Уже Там Прославившись Замечательными Проповедями Которые На все Праздники По случаю Посещений И учебных Заведений И По случаю Праздников Церковных И Общенародных Он Произносил Все Все Бережно Собиралось Народом Который Осознавал На Каком Духовном На какой Духовной Высоте Находится Их Правящий Архиерей Через Некоторое Время Всего Лишь Три Года Возглавляв Тамбовскую Епархию Был Он Назначен На Еще Более Значительную И Большую Владимирскую Епархию Где Также Не Было Его Служения Особенно Долгим Еще Не Являясь Тамбовским Архиереем Он Познакомился С жизнью Свято-Успенской Вышинской Пустыни И Направил Туда Своего Духовного Друга И Единомышленника Архимандрита Аркадия С пророческими Словами О Своем Прибытии В будущие Годы В эту Самую Пустынь Удаленная От мира С Высоким Молитвенным Образом Жизни Ее Строгих Насельников И По Истечении Несколько Лет Управления Владимирской Кафедрой Святитель Феофан Испрашивает Благословление Священного Синода На Поселение В Этой Вышинской Пустыне С освобождением Его От обязанности Управляющего Владимирской Епархией Намерения Были Высокие Не Удаления Для Праздности Но Особое Служение Церкви В Слове Писательстве В Толкованиях В Переводах Святых Отцов Вот что Привлекало Его Вслед За Возможностью Непрестанной Нерассеянной Молитвы В Которой Уже Были Очевидны Добрые Плоды Его Подвига Потому Его С юности Обнаружившееся Желание Уединения И непрестанной К Богу Молитвы Получила Возможность Реализации Тогда Когда Священный Синод Согласился С Его Прошением И он Был Направлен В качестве Настоятеля В эту Свято-Успенскую Вышинскую Пустынь Там С 66 Года 19 Века Возглавляя Обитель Он Общался С Народом Возглавлял Богослужения Решал Какие-то И хозяйственные Вопросы Выезжал За территорию Монастыря Посещал Окрестности И Служил Там Где Требовал Это Его Священческий Святительский Долг Встречался С Насельниками И Благодетелями Того края Нарышкиными И Эта Жизнь Однако Еще Не Представлял Из себя Того Что Искал Святитель Потому В 72 Году Он Устроив Себе Над Монастырской Просфорней Деревянную Надстройку И Спросил Благословения Синода На Затвор На Уединение Совершенное Не Не Сразу Оно Стало Таким Его Уединение Сначала Ушел От Общения С людьми Он На Великий Пост На Пасху Вернувшись К Братья И Служа Вместе С ними Но Этот Первый Опыт Прошел Успешно Святитель Понял Что К этому Образу Жизни И Влечет Его Дух И Потому Уже Вернувшись Свой Затвор В Пасхальные Дни Он Более Его Не Для Кого Не Нарушал И Хоть Известно Историкам Особенно Дотошным О Двух Тайных Выездах Святителя Из Затвора Но Они Были Посвящены Исключительно Благу Церкви Его Последние Годы Сопровождались Тяжкими Болезнями Глаз А поскольку Для его Писательских Трудов Глаза Были Совершенно Необходимы И Не все Врачи Берущиеся Исцелить Его Могли Приехать Сами В отдаленную От Москвы И Петербурга Вышу То Приходилось Выезжать Дважды Святителю Под видом Афонского Монаха Замаскированному Для Встречи С врачом Более Ни с кем Он не встречался Только со своим Другом Детства Митрополитом Макарием Может быть Со всеми И другими Немногочисленными Своими родственниками Но это было Исключительно В видах Необходимости Поддержания Здоровья Глаз И мы знаем Что Уже и В последние В последние Минуты Жизни У святителя Один глаз Видел Он Церковную Газету Держал В левой руке Своей Правую Сложив Для благословения Тогда Когда Его Святая душа Уже Была Принята Возлюбленным Им Господом Богом Ни для кого Не нарушал Святитель Свой затвор А жизнь В его затворе Была Таинственная И Только Отчасти Доступная Для какого-либо Изучения Потомками Было Написано Им в затворе Огромное количество Произведений Которые Служат Спасению Людей На его Надгробной Плите Были Изображены Три Главных Творения Его Это Начертание Христианского Нарвучения Свод Его Обработанных Лекций По нравственному Богословию Это Книга Добротолюбия В которой Отразилась Вся Гармония Святоотеческих Творений Об Иисусовой Молитве И о высших Степенях Подвижничества И Книга Толкований На Апостольские Послания Святого Перворыховного Апостола Павла Эти Творения Как Бессмертный Дар Его Церкви Оказались В мраморе Высеченные На Его Надгробной Плите Кроме Того В день Не менее Тридцати А то и более Получал Он Писем От Людей Самого Разного Звания И Состояния И Для всех Находилось От него Доброе Слово Наставление Вразумление Он Находился В постоянной Переписке С Афонскими Отцами Свято-Пантелеиного Монастыря С подвижниками Северных Наших Великих Монастырей Он Наставлял Своих Духовных Чад И В Столичных Городах И Рядовых Священников Обращавшись К нему Много Любви И Ласки В Каждом Слове Письма Его Сопровождались Глубочайшим Чувством Правды Духовной Потому Письма Его Ныне Для нас Камертон Духовной Жизни Святоотеческий Синтез И когда В простых И ясных Очень часто Остроумных Крылатых Фразах Он Запечатлевает Всю Мудрость Которую Необходимо Было Получать Нуждающихся В его Наставлениях Корреспондентам Сам Он На своем Затворе Был Очень Скромного Мнения Писал Смех Берет Когда Услышу Что Провозгласили Меня Затворником У меня Не затвор А запор Заперся Чтобы Не мешали Работать А никакого Подвига Нет Настоящий Затвор Это не есть Не пить Не спать А только Молиться А я Ем И сплю Разговариваю С Я Лампием Это Монах Который Приносил Ему Все необходимое Для ежедневно Совершаемой Им Литургии И Те небольшие Интересные Нужды Подкрепления В которых Нуждался Святитель Также Бывали Доставляемы Этим Самым Его Келейником Надо Сказать Что Он Тоже Был Подстать Своему Наставнику Очень Сердечный И Сочувствующий Братья Так что Иногда Допускал Такую Вольность Который Признавался Что Для Братья Впавшей В уныние Устраивало Он Такое Маленькое Духовное Паломничество Он Позволял Им Сняв Тяжелые Монастырские Монашеские Сапоги Внизу Лестницы Устроенные Самим Святителем Так что Даже Балясины На перилах Были Выточены Самим Святителем На его Токарном Станке Столярном Станке Так вот Эти Унывающие Братья Пробирались Вред За Монахом Емлампием В комнатку Соседнюю С Маленькой Церковкой В затворе И Могли Понаблюдать По разрешению Емлампия Как служит В одиночестве Этот Святой Старец И само Созерцание Его Образа Его Благовейная Молитва В которую Он уходил Полностью Имело Такое Благодатное Действие На этих Зрителей Что Они Вновь Обретали Силы Для продолжения Своего Подвига Святой Феофан Трудился Очень Много Кроме Ежедневной Молитвы Ежедневного Литургисания И Непрестанного Пред Богом Хождения В молитве Он В Переводах В наставлениях В толкованиях На священное Писание Проводил Время Свое Хотя Знал И Отдых Но Отдых Для него Состоял В смене Труда На Какие-то Физические В его Затворе Обретался И столярный И слесарный Станок Была Переплетная Маленькая Мастерская Для Фото Дела Необходимое Было Оборудование Он Занимался По Самоучителю На Физгармонии И Скрипке Так что Труды Которые Совершал Он В затворе Своем Имели Своими Плодами Иногда И некоторые Подделки Которые Он Пересылал В мир Тем Кто Ждал От него Какого-нибудь Привета Хотя И не Соглашался Раздавать Как Святыни В ответ На Просьбу Одного Высокого Священнослужителя Что-то Прислать Из вещей Святителя Феофана Как Святыню Для Домашнего Келейного Хранения Святитель Феофана Отшучивался Очень Меня удивила Ваша просьба Иметь что-либо Из моих Келейных Вещей Для поклонения Для хранения Как святыни Поскольку Бесы Вокруг Меня Все Время Как Мухи Увиваются И то Чем Большим Чем Малым От меня Все Время Поживляются То Передай Я вам Какую-либо Вещь Они Тотчас Вслед за Ней Налетят И в вашу Келью И лишат От вас Всякого Покоя Именно Потому Что я Друг Вам Поэтому Не могу Вам Такую Услугу Оказать О своем Великом Подвижниче Говорил он Моя Самая Большая Тут Подруга В затворе Лень Вот Это Уж Моя Подруга Не Разлей Вода Возьмешь Бывало Карандаш Что-либо Работать Что-либо Покорябаешь А потом Подумаешь Себе Что-то Я стану Себя Мучить Бросишь Карандаш Фертом Руки В бока Вправишь И ходишь Себе Прогуливаешься Вот Мол Тотчас Тотчас Находилась У него Как бы Повод Для самоугождения Хотя бы Маленькая Утомленность На самом деле В непрестанном Подвиге Средоточенности Жизни в струнку Как писал Он Проходило Его Затворничество Почил Святитель В 1894 Году Не дожив Несколько дней До Своего Юбилея И Его Блаженная Кончина Уже тогда Стала Предметом Внимания Всей России Которая И оплакивала Эту потерю А при этом Радовалась О том Что На небесах Новой звездой Засиял Великий Светильник Завершивший Так свято Жизнь свою Феофан Затворник Вышинский С 90-х годов Прошлого Века Началось Возрождение Свято-Успенской Вышинской Пустыни Теперь И место Затвора Святителя Восстановлено Там Находится Музей Бывают Божественные Литургии В Храме Богоявленском В затворе Святителя Феофана Эта Обитель Становится Одним из Возлюбленных Мест Паломничества Православных Христиан Со Всего Мира И Там Возрождается Жизнь Теперь Уже Женской Общины Женского Свято-Успенского Вышинского Монастыря Продолжение следует...